Этот праздник в основном для них, ребятишек, которые лечатся в отделении онкогематологии. Здесь им приходится проводить долгие месяцы, чтобы не отставали от школьной программы, общались, а также получали удовольствие от общения с педагогами и такими же, как они, детьми. И работает проект «Учим, знаем». Госпитальная школа в Барнауле уже 42-я по счету в России. Руководитель проекта когда-то сам пережил страшный диагноз и знает, что учеба важна не только как процесс, но и как путь к выздоровлению. Спасибо. Всем известно, что когда твое внимание переключено с проблем лечения, с того, что ты ощущаешь в результате той или иной терапии, допустим, химиотерапии, переключено на дело, на занятия, то ты и переносишь это лечение легче. Ты как бы помогаешь себе выздоравливать. В госпитальных школах все продумано. Уроки по 25 минут. Учитывается и состояние ребенка на данный момент, в том числе психологическое. Преподавать здесь будут педагоги 126-й Барнаульской школы. Наши педагоги прошли обучение, стажировки, и это обучение в стажировке будет продолжаться. Сегодня, я бы сказал, уже целое сообщество госпитальных педагогов благодаря команде Сергея Витальевича есть в стране. Оборудование в классе, где предстоит учиться детям, самое современное. И сегодня здесь они уже с удовольствием осваивали робототехнику. Были буквально поглощены процессом. Глаза горели и о болезни точно не вспоминали. Что делаете и вообще как тебе сегодняшнее занятие? Ну, очень крутое. Мне нравится робототехника. Мы конструировали роботов и программировали их, давали им имена. Мамы говорить на камеру отказались, но тоже были рады. Кстати, сейчас на длительном лечении в Центре охраны материнства и детства находятся 168 ребятишек. А позже, когда здесь появится новый хирургический корпус, учиться в госпитальной школе будут и его пациенты. Кстати, благодаря новым технологиям онлайн здесь могут преподавать и московские педагоги. К тому же дети смогут общаться с такими же ребятами из других городов страны. Для нас очень важно, что это не просто занятие, а это ежедневная жизнь. Вот понимаете, с творческими занятиями, с встречами с педагогов, с общением с друзьями. Вот это очень важно, потому что любая болезнь сужает круг общения. А мы разрываем вот эту тузость этого круга, расширяем возможности детей общаться с друг другом, а значит жить. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.